Приветствую вас и давайте попробуем подумать над ответом на ваш вопрос с такой позиции. Вот вы говорите, что боитесь того, что вашему будущему мужу будет с вами скучно. Прежде всего, хотелось бы вас спросить, а на данный момент вашему мужчине с вами скучно? На данный момент есть элемент его скуки с вами? Если есть, то это безусловно прямой весомоночек и с этим нужно работать. А вот если нет, то очень хорошо попробуйте запечатлеть этот момент. Потому что дальнейшее зависит не только от того, скучно ему с вами или нет. Дело в том, что на скуку человека с другим влияет несколько факторов. И немаловажным фактором являются сами чувства. Если чувств у людей, допустим, нет или они достаточно охладили, то даже при наличии общих интересов, ну, возможно, элемент, возможно, испытывать скуку. А если чувства есть, то тогда, может быть, даже и при отсутствии этих самых общих интересов, все равно будет интересно, весело нас с человеком просто, потому это и есть чувства. И вам нужно для себя понять, что одного личностного роста, одного развития, одного расширения кругозора вашего личного мало для того, чтобы человеку было с вами весело. Нужно, чтобы вы постоянно находились с ним в контакте, чтобы вы постоянно находились с ним в взаимодействии. И только тогда можно рассчитывать на то, что вам будет вместе хорошо. Как же находиться постоянно с человеком в контакте? Ну, иметь что-то общее. И дело здесь не только в том, чтобы вот вы имели общие интересы, как это модно говорить, чтобы вы имели совместные занятия, как это тоже модно говорить. Дело здесь еще и в том, чтобы вы находились как бы на одной волне. А нахождение на одной волне возможно тогда, когда каждый из вас стремится сделать другого счастливым. То есть, если вы будете направлять свою активность, свою деятельность друг на друга в большей степени, при каждой свободной минуте, то вы всегда будете находиться на уровне понимания между собой. И это будет основа для всего остального. Потому что если этой основы нет, то все другие приемы, все другие аспекты, они будут казаться, ну, знаете, не совсем удачными, не совсем успешными, не совсем эффективными. Именно потому что это базис. Базис стараться сделать друг друга счастливым. Если у вас этот базис есть, то тогда можно переходить к основной части ответа на ваш вопрос. Если этой базы нет, то тогда нужно понять, почему ее нет. Вот, например, вы хотите делать что-то для человека. И это понятно, это видно, это заметно невооруженным взглядом. Вы хотите для человека что-то делать. Хорошо. А хочет ли делать ваш мужчина? Заинтересован ли он в том, чтобы быть, например, с вами? Заинтересован ли он, чтобы делать вас счастливой? И так далее. Если заинтересован, то хорошо. А если нет? Если нет, то что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, все равно ему будет с вами скучно. Потому что человек не выделится он в том, чтобы что-то для вас делать. И это уже вопрос другого характера. Как сделать так, чтобы мужчина хотел что-то для вас делать? Как сделать так, чтобы мужчина боялся вас потерять? Это вопрос анализа ваших отношений. Поскольку вы спрашиваете немножко о другом, то на этом мы останавливаться не будем. Но если такая проблема есть, то пишите, разберем этот момент тоже. Теперь дальше. Что касается непосредственно того, что нужно делать вам. Ну, во-первых, давайте вспомним о том, как все происходило. То есть, как происходило ваше общение, когда вы только встретили. Когда у вас был романтичный период. Ну, наверное, вы часами напролет друг с другом болтали. И, в общем-то, у вас не возникало таких мыслей. Мысли о том, что вашему мужчине с вами будет скучно. Когда прошло время, пыл и жар чувства немножечко прослыл. В большей степени проявился быт. И вот здесь у вас появилось это самое ощущение. Ощущение, что человеку может быть с вами скучным. Давайте спросим себя вот о чем. Вы изменились сами с того момента, как познакомились с вашим будущим мужем. Стали ли вы другой? Поменялись ли ваши интересы? Если ответ на один из этих вопросов будет положительный, то нужно проследить эти изменения, дабы понять, как они повлияют на ваши отношения. И если влияние негативное есть, то постараться его, это влияние, купировать и свести к минимуму. Если же никаких изменений не произошло у вас, то вы остались в такой, никакая вы есть. И если мужчине изначально вы показались интересны, то вы и остаетесь как человек, для него интересным. Но если вы чувствуете, что интерес теряется, это не ваша вина. Это охладеваемое чувство мужчины, и вы на это повлиять никак не сможете. Как бы сильно вы не развивались, как бы сильно вы не росли, это интерес к вам, со стороны мужчины, не подогреет. Потому что речь идет не об отношениях, как человек с человеком, а об отношениях, как мужчины с женщиной. И вам нужно подогревать, опять-таки, его интерес к себе не как к человеку, а в данном случае как к женщине. Это все-таки немножечко другой аспект, другой момент. Дальше. Следующее, о чем хочется сказать. Если все-таки какие-то изменения у вас произошли, то тогда, да, имеет смысл озаботиться личностным ростом, озаботиться генерацией общих тем, общих каких-то занятий и так далее. В первую очередь, если говорить о личностном росте, то вам нужно подумать, вот какой бы вы хотели себя видеть, какая вы сами для себя идеальная. И чего вам не хватает сейчас, на данный момент, для того, чтобы чувствовать себя этой самой идеальной. И вот в зависимости от этого, от того, что вам нужно для вас идеально, и нужно двигаться, при этом очень важно, чтобы вы не оглядывались в том, что касается вас на других людей. В частности, на своего будущего мудра. Не нужно этого делать. Если вы предпочли, если вы выбрали личностный рост, растите, как бы развивайтесь, двигайтесь вперед, только доверяя своим желаниям, своим потребностям, а не аналогичным у других. А вот, когда вы будете это делать, вы увидите, что некоторые интересы, ваши интересы, они немножечко приближены к интересам вашего будущего мудра. То есть, какие-то интересы находятся ближе к его интересам, чем другие. Это называется смешные интересы. И вот те интересы, которые находятся наиболее близко к интересам мужчины, вам и нужно прорабатывать, вам и нужно развивать, вам и нужно продвигаться. Тем самым, вы запускаете процесс взаимного обмена опытом для вас. Как? Ну вот, самостоятельно, начав, интересоваться наиболее приблизенными интересами к интересам мужчины, вы можете не только стать к нему ближе, благодаря деятельности в этой сфере, но вы можете также и его привлечь к смешным интересам с вашими уже со стороны мужчины. То есть, вы ему окажетесь, что вот есть такой интерес, который не находится в сфере интересов вашего мужчины, но который в некоторой степени приблизен к ним. и таким образом несложно представить, что вы получите гораздо больше точек соприкосновения к вашим будущим мужем, чем есть сейчас. Вот именно такой деятельности вы сможете обеспечить себе уверенность в том, что скучной вы для него не будете. Но это процесс длительный. и для этого процесса требуется основа. А основа как раз таки в том, чтобы вам как инициатору этого процесса, процесса сближения с вашим будущим мужем, какой-то интерес мужчины сделать своим. Что вы делаете в этой ситуации? вы как бы выписываете, оформляете все интересы и направления деятельности вашего будущего мужа. И смотря на них, пытаетесь себе представить, а какой из них наиболее близок вам. И стараетесь его разделить. Его разделить с вашим будущим мужчиной. И вот когда вы это будете делать, вы тем самым приобщитесь с мужчиной. Но когда вы разделите интересы своего мужа, нужно, чтобы и он это делал тоже. Возможно, такая ситуация далеко не всегда, поэтому вполне вероятно, что вам потребуется дать мужчине толчок, простимулировать его к тому, чтобы это делал. Как-как. Ну вот, молодой человек увидит, что вы разделяете его интересы, и ему будет приятно, ему это повстить, если он относится к вам искренне, то он будет вам благодарен, и у него будет готовность как-то что-то для вас сделать. Вот, и позвольте себе представить мужчине уже ваш интерес и значительно ваш интерес, который наиболее приблизен к его. И обязательно укажите на некие обобщающие признаки, которые роднят его интерес и ваш. И если вы сможете правильно это подать, то есть если вы сперва показываете мужчине, что вы готовы интересоваться его с первыми деятельностями, что вы готовы быть к нему ближе и так далее, а после предложите что-то свое, то при равноправных истерных отношениях вы имеете все шансы, что мужчина на это обратит внимание и будет вести деятельность навстречу вам по предпринятию уже ваших интересов. И таким образом вам не будет друг другом скучным, потому что вы будете неплохо ориентироваться в интересах друг друга и тем самым сможете о них всегда поговорить. и совсем уж хорошим вариантом будет то, если каждый из вас на основе вот этих вот смежных интересов запустит некую деятельность, некие занятия, некие процессы физического плана, которыми бы вы смогли заниматься вместе. Это вас будет сближать, это будет вас обобщать, это будет способствовать вашему взаимопониманию, доверию, общению, чему служению друг друга и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.